Это кадры из Ленинградской области. Очевидцы сообщают о взрыве. Пока подробностей мало, но все, что известно, расскажем. Кроме того, сегодня в выпуске. МИД все-таки откроет избирательные участки в недружественных странах. А писатель Владимир Сорокин ответил на обвинения в пропаганде педофилии. Это воздух. Новости на Ходорковский лайв. Меня зовут Елена Малаховская. И прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Жители Выборга сообщают о мощном взрыве в Ленинградской области. На кадрах, снятых очевидцами, отчетливо виден столб дыма. Что случилось, пока непонятно. Местные СМИ утверждают, что это всего лишь плановый взрыв на щебеночном карьере недалеко от Выборга. Избирательные участки на мартовских выборах будут работать и за пределами страны. Сегодня на брифинге об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее СМИ писали о том, что российские власти могут отказаться от проведения выборов в недружественных странах. А их, напомню, более 50. Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны. В том числе и в недружественных. Всего МИД планирует открыть 300 избирательных участков. Российское ДИП-ведомство усилит меры безопасности, так как опасается провокаций со стороны активистов в недружественных странах. Отдельно Захарова обратилась к коллективному Западу. Вы не тратьте бумагу. Вам снова придется придумывать что-нибудь новенькое. У вас не удастся остановить нас на пути к нашей победе. А вот Борис Надеждин не будет сдавать в ЦИК подписи, собранные за границей. Об этом политик рассказал в интервью «Независимой газете». Кандидат поблагодарил всех, кто собрал подписи за рубежом, но поддержку назвал скорее символической. ЦИК может забраковать эти подписи, а нужное количество в России для подачи у него и так уже есть, объяснил Надеждин. При этом россияне, сдававшие свои подписи за выдвижение кандидата в президенты Бориса Надеждина, за рубежом к решению не использовать их подписи отнеслись с пониманием. Об этом пишет издание агентства. Но некоторые все-таки говорят, что не подписывались бы, если бы знали об этом заранее. В 2023 году россияне взяли 34,9 миллиона микрозаймов. Это абсолютный рекорд. И это почти на 4 миллиона больше, чем в 2022 году. Статистику приводит газета «Ведомости». Речь идет о займах до зарплаты. Так их называют на сумму 30 тысяч рублей и на срок до 30 дней. Граждане стали брать больше микрозаймов, несмотря на действия Центробанка по ужесточению требований к заемщикам, отмечают ведомости. Писатель Владимир Сорокин ответил на обвинения общественников в пропаганде педофилии. В начале января 2024 года движение 40-40 обратилось в МВД с просьбой проверить роман писателя «Наследие» на пропаганду педофилии. А телеграм-канал Мэш сообщил, что в Следственный комитет поступило заявление с требованием проверить книгу по факту пропаганды ЛГБТ и насилия над детьми. Теперь Сорокин ответил им заявление писателя, опубликовал российский Форбс. По его словам, общественники выхватывают куски из романа и навешивают на них нужные ярлыки. Сорокин отверг обвинения в пропаганде ЛГБТ и описании сцен насилия над детьми. Кроме того, Сорокин отметил, что главные герои фантастического романа о будущем уже совсем не дети, а жестокие сцены произведения, отражение мира и поведение людей. Роман «Наследие» вышел в издательстве АСТ в конце 2023 года. Действие романа разворачивается в мире, переживающем ядерную войну, и в котором насилие стало нормой. Ранее книга Владимира Сорокина исчезла из поиска онлайн-магазинов, в том числе магазины «Лабиринт» и «Вайлдберрис». Во вторник на это обратили внимание журналисты телеканала «Дождь». Сегодня в телеграм-канале «Шот» появилось видео с извинениями жителя Владивостока за лозунг «Слава Украине», «Слава нации» и «Капец Российской Федерации». В оригинале вместо «Капец» было использовано нецензурное слово. Я приношу извинения за снятый видеоролик в соцсети ВКонтакте, в котором неуважительно отнесся к вооруженным силам Российской Федерации, за что искренне раскаиваюсь. 27-летний Олег Сафербеков, недавно вернувшийся с войны, вел в социальной сети ВКонтакте прямой эфир со своим другом. Прямо во время стрима, очевидно, перебрав с алкоголем, герой СВО стал выкрикивать украинские лозунги, материть российскую власть и соловиков. Уже через несколько часов появилось покаянное видео, где Сафербеков просит прощения у российских военнослужащих, сотрудников ФСБ и вообще всех граждан Российской Федерации за свое цитата «недостойное поведение в сети». Впрочем, одними извинениями не обошлось. Мужчину оштрафовали на 90 тысяч рублей. Местные военкомы, как сообщил Шотт, собираются повторно отправить его на фронт. Юриста Марка Фейгина заочно арестовали в России. Басманный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Юристы и блогеры арестовали в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Фейгин известен тем, что в качестве адвоката представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко, бывшего главы Меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева. Также он был одним из защитников в деле пан-группы «Пуссерайт». В 2018 году Фейгина лишили адвокатского статуса в России. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам рассказать к этому часу. Я попрошу вас, пожалуйста, не уходите от нас без лайка. Это не ради нашего тщеславия, а просто именно так вы помогаете нам распространять наши ролики и трансляции. Ну и, конечно же, подпишитесь на Ходорковский лайв, так нам будет удобнее встречаться. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok